Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это новости касаемо игры The Isle of Rima. Вышел 51-й девлог, сегодня мы подчеркнем главное с него. А для начала скажу, что у людей, наемников, будет свой игровой чат. Да, так же, как играя за динозавров, у игроков будет свой некий глобал. Ну что же, приступим. Про новые наскоки OmniRaptor. Новая система завершена, что позволяет игрокам вручную менять расположение, когда они привязаны к цели, тратя немного выносливости. Ее можно использовать для лучшей координации с другими наскоками или просто для того, чтобы не быть сбитым с ног, когда цель использует ближайшие деревья или предметы. Наряду с этим, наскок теперь имеет некоторое ручное управление для атаки во время фиксации. При соединении к игрокам наносит лишь небольшой постоянный урон, но позволяет игрокам нажимать-удерживать кнопку основной атаки, чтобы нанести дополнительный чистый урон или также нажимать-удерживать кнопку вторичной атаки, чтобы не наносить чистого урона, но наносить высокий урон от кровотечения. Меозавр. Динозавр сможет переключаться между двуногой и четвероногой стойками, что по-разному влияет на его движение. Меозавр также будет иметь разные атаки в зависимости от своей стойки. Также обновлен бактериальный укус циратозавра, который теперь учитывает относительный размер, вес двух динозавров, а также то, сколько бактерий у вас есть. Это сделало его чрезвычайно эффективным против мелких животных, близких к его весовой категории. Задумка концепции для Австрораптора. Обратите внимание, это пока не точно. Хэтч и Джув Австрика. Также художники проделали некоторую работу для Generation 1 в игре, то есть подготовки каннибалов. Представлена концепция зарисовки черепа. Кажется, Топинг вдохновился, как и я, новым фильмом «Чужой Ромул». В игре мы увидим что-то наподобие неаморфа или ксеноморфа. Ладно, шутка. Спарринг двух титанов. Посмотрите, как сцепляются два трайка. Правда, у Трицератопса не будет такой же подвижности во время спарринга, как сейчас у Диаблоцератопса. Еще Брайан Филлипс, главный аниматор, заявил, что Австрораптор будет намного отличаться от того, что мы привыкли видеть в Легасе. Полностью сделан новый скелет, а вот анимации только начали перерабатываться с нуля. Яд Дилофазавра теперь будет иметь и некоторые звуковые галлюцинации, что сделает геймплей еще интереснее. Ночное видение. Новая система. Положит конец случаю, когда люди играют с постоянно включенным ночным зрением, так как его включение днем теперь не дает игроку никакого преимущества, но по-прежнему дает огромное преимущество ночью. Качество и яркость ночного зрения будет зависеть как от вида существа, так и от места положения игрока на карте. Для существ с плохим ночным зрением, если угол падения лунного света перекрыт высокими деревьями или постройками, то вместо отчетливой картинки мы увидим лишь темные силуэты рядом с динозавром. Такой эффект достигнет максимума во время сумерек. Теперь луна на небе не просто декорация, от ее местоположения полностью зависит освещение карты ночью. Пока лунный свет не может достичь одну часть острова, другая сторона может быть полностью освещена. Уже созданы новые паттерны для некоторых динозавров. Просто рассмотрим их. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, по поводу здесь увиденного Барионикса, Кецеля и Спинозавра. Что-то мне кажется, эти модели уже показывали нам года два назад, помнится мне. Пишите в комментариях, что думаете о Спинозавре, Барике и Кецеле. Несколько анимаций для Австро-Раптора, Трайка и Тираннозавра. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а на этом, наверное, все. Скоро выйдет новый ролик новостей, где будет вкусная информация. Палец вверх, подписка на канал и бац и колокольчик обязательно. Также не забывай вступить в нашу группу ВКонтакте, подписаться на наш ВК Play, Телеграм, Бусти и Яндекс Дзен. Все ссылки в описании. Всем хорошего выживания в The Isle Everyman!